Подскажите, пожалуйста, что делать, если у меня умная жена? Как мне сделать ее мудрой? Ребята, это хорошо, если у вас жизнь, жена умная или мудрая. Это тяжело, если она глупая. Не бойтесь критикой других людей. Если вы хотите добиться успеха, все могут быть против. Иногда даже родители могут быть против. Не находим ни в чем компромисс. Ни в бюджете, ни в воспитании детей. В какой-то момент в своей жизни я почувствовал, что моя жена стала мне неинтересной. У тебя есть два варианта. Либо ты обижаешься на нее, упрекаешь ее и разрушаешь свою семью. Или либо ты поможешь ей расти. Вы же в глубине души хотите счастья. Позвольте себе этому. Позвольте. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши ученики, наши читатели, наши зрители. Спасибо, что смотрите рубрика «Тайна взаимоотношений». Хочу ответить на несколько ваших вопросов касательно семейным отношениям, взаимоотношений и так далее. Здравствуйте, уважаемые Садмурад Раджаби. Всем мужем живем уже 11 лет. До свадбы жили 5 лет в гражданском браке. Итого 16 лет вместе. Муж очень добрый, честный. Вместе с его родственниками занимались бизнесом. Но в конце остались ни с чем. Бизнес разделили, его братья забрали свои доли. Из-за стресса нет детей. Ощущение, что осталось у разбитого корита. Муж сейчас селими днями просто ходит играть в биткоин. Все деньги и время туда направляют. С чего мне начать? Я работаю то там, то здесь, на подработке. Мне 34 года. Но ничего таких жизней не добилось. Так чувствую себя. Читаю книги, смотрю мотивирующие видео. Но я в замешательстве. Помогите советам. Спасибо. Благодарю вас. Город Бишкек. Дорогая моя. Самое главное, что вы читаете книги и смотрите мотивирующие видео и так далее. Продолжайте. Мой совет к вам. Продолжайте. Три совета дам. Соблюдайте их. И у вас однозначно результат будет. Первое. Первое. Усердно молитесь. Это очень важно. Усердно молитесь. Детей дает Господь. Человек руками их не делает. Удача тоже дает Господь. Счастье тоже дает Господь. Поэтому усердно молитесь. Первым делом, что вы должны делать. Второе. Анализируйте, что вы очень хорошо умеете делать. Что у вас очень хорошо получается. И посмотрите, как вы могли бы создавать потребность на то, что вы хорошо умеете делать. Видите, если я пишу книги, я создал на них потребность. Рынок. Или если я умею тренинги читать, я на них создал потребность. То есть в любом продукте очень важно создать потребность. Или если найдете потребность, удовлетворите эту потребность. Поэтому попробуйте. Думайте об этом. Это вам очень сильно поможет. Это вторая важная вещь. Значит, вы посмотрите, что вы очень хорошо умеете делать. И в нем постарайтесь создавать рынок. Потребность. Или в том, что хорошо умеете делать, посмотрите, нужно ли это людям и так далее. И удовлетворяйте эту потребность. Третья вещь. Составьте список, какие навыки вам надо еще усилить. Какие знания вам надо приобрести, чтобы усилить то, что вы хорошо умеете делать. Какие курсы посвящать и так далее. То есть какие навыки, недостающие в дальний момент. И вы приобретаете их, усиливаете то, что у вас хорошо получается. И я гарантию дам, что в этом мире, этот мир нуждается профессионалами. Этот мир нуждается, знаете, с успешными, искренними, доброжелательными, честными людьми. Поэтому если вы фокусируетесь на это, я могу уверенно сказать, что у вас все получится. Исходя из моего опыта, я говорю, что у вас все получится. Почему? Потому что я вижу постоянно это, что человек, который трудится, человек, который старается, у него всегда получается. Просто концентрируйтесь, и у вас получится. Иншо Аллах. Здравствуйте, Самир Довлатов. Бог даст вам здоровье и счастье, и вашей семье. Подскажите, пожалуйста, что делать, если у меня умная жена? Как мне сделать ее мудрой? Игорь из Молдавии. Очень хорошо. Я, наверное, постоянно говорю, что старайтесь, чтобы жена была мудрая. Поэтому, Игорь, наверное, вы послушали мой ролик, поэтому так говорите. Ребята, это хорошо, если у вас жена умная или мудрая. Это тяжело, если она глупая. Очень плохо, если она глупая. Если она умная, это очень хорошо. Это означает, что это 50% твоего счастья и успеха уже есть. А второй 50% это что значит? Добавляй, обучай ей духовной сенности, и она станет мудрая. Мудрая женщина, она и умная, и дальновидная, и терпеливая, и она вносливая. Понимаете, она очень коммуникабельная. Она может легко уйти из всех ненужных ссорей, разногласий, конфликтов и так далее, и сохранять семью. Вот она мудрая. А чтобы у нее появилась мудрость, развивайте духовный интеллект. Помогите ей. Пожалуйста, пусть она читает священник книги. Пусть она побольше читает книга «Самореализация», «Личностный рост». Если она умная, потихонечку помогите ей на этом направлении, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Женщину не упрекайте. Когда женщину упрекаешь, этим она не меняется. Не упрекайте ее. Не говорите о ее недостатке. Чем больше говорить человеку о ее недостатке, это похоже, что ты ударишь его по лице. Лучше не говорите человеку о его недостатке так много. Вы лучше говорите о том, что она могла бы делать, и благодарите ей за то, что у нее есть. Потихонечку, потихонечку, когда вы благодарите, и у нее уверенность в себе растет, потом аккуратненько, аккуратненько вы рассказываете о духовной сельности, направляете ее. Самое важное, помогите ей быть счастливой. А все остальное она сама сделает. Вы помогаете жене быть счастливой, а она сделает все остальное. Поэтому не отчаивайтесь, если она умная. Да, если умная женщина, иногда тяжело работать. То есть тяжело жить. В каком плане? Потому что она всегда права. Потому что она всегда любит доказательства. Она требует доказать, упрекает иногда и так далее. Но фокусируйтесь на его духовном развитии. И все остальное на свои места. Бойтесь, если женщина глупая. Глупая женщина очень проблемная, очень тяжелая. Так что я поздравляю тебе, дорогой Игорь, что у тебя есть шанс с себя очень счастливым мужем. Очень-очень счастливый. Духовные сельности помоги развивать в жизни, и все остальное будет нормально. Аноним, ассалам алейкум, дядя Сайдмурот. У меня 15 лет. А, я с 15 лет продавец работаю у родственников в Москве. Мне сейчас 22 года. То есть 7 лет работаю продавцом. У меня сейчас очень хороший опыт работы. Но когда я хочу себе мелький бизнес открыть, окружающий мне сразу становится против. Даже иногда маму звонит и говорит, что у тебя плохой мальчик стал. Я после этого сразу останавливаюсь ради уважения маме. Я читаю ваши книги, книги Роберт Косаки. Посоветуйте, что мне делать. Дорогой мой, иди открывай свой бизнес. В древние времена, почему люди держались за племени 50-100 тысяч лет назад? Поэтому были овлоды, были ру, были племена, кланы и так далее. Вот оттуда формировалась вот эта зависимость от мнения других людей. Потому что постоянно могли тебя критиковать. Если кто-то из племена, могли бы тебя на клевоту делать, тебя могли бы бросать. И если ты остался от племени, ты умер бы от голода и холода. Поэтому люди делали все, чтобы оставаться в плену. То есть если ты был с племен, по-моему, получается, с ними, ты мог бы выживать. Поэтому вот этот страх критика осталась у нас, страх критика общества. Мы очень зависимы от мнения других людей. Каждый раз, когда вы что-то хотите делать новое, что-то хотите вам делать, однозначно сразу вы чувствуете столкновение, можно сказать, критика со стороны вашей окружения. Потому что вы становитесь другой. Когда вы, это знаете, по генам пришлось из того времена, 50-100 тысяч лет назад, что люди критиковали. Если вы что-то делали по-другому, значит, вы другой человек. Вы что-то хотите по-другому делать. А если ты другой, значит, ты плохой. Поэтому сейчас подсознательно люди до сих пор это делают. Поэтому ты, когда хочешь делать бизнес, тебе будут так относиться. Мне все мои родные были против, когда я уехал в Россию в 96-м году. Абсолютно все были против. Я убежал, и никто не знал, что я уехал в Россию. Через 6 месяцев, когда нашел себя и стал на ногах, только тогда звонил домой, что я сказал, что я нахожусь в России. Никто не знал, где я полгода. Поэтому вот такая картина. Арнольд Шварценега тоже убежал из дома, когда он хотел стать актером. Его родители сказали, что это какая-то несерьезная профессия. Билл Гейтс бросил Гарвард, когда открыл свой Microsoft, свою компанию. И очень сильно были расстроены его родители. Ему было около 50 лет. Потом, когда он пошел, в конце концов, закончил Гарвард, сделал экзамены, получил диплом. И когда диплом получил, на его защите дипломов, представьте, ему около 50 лет почти было. И его родители были. Он сказал, мой отец наконец-то доволен, что я получил свой диплом. Дело в чем? Почему я эти вещи рассказываю вам? Дело в том, что не бойтесь критикой других людей. Если вы хотите добиться успеха, все могут быть против. Иногда даже родители могут быть против. Их язык забота превращается в тормоз для вас. Самые первые – это родители. Они всегда боятся, что вдруг ты проиграешь, вдруг ты банкротишься, вдруг у тебя не получается и так далее. Они боятся не за тебя, а по большому счету за себя, что если у тебя не получается, ты создашь им дополнительные проблемы. Если банкротишься, им придется дом продавать, чтобы твои долги отдать. Поэтому они постоянно говорят, ну, не надо, ой, не надо, не делай так далее. Потому что они, если сами это не делали, думают, что вдруг, если у тебя не получится. Второй враг успеха – это ваши братья и сестры. Понимаете? Вот это, чтобы оставаться независимыми. Чуть-чуть покажите результат, они все начнут верить вам. Еще чуть-чуть результат, они начнут верить, и тогда дело пойдет лучше. Потом они вам начнут помогать сами. Вот. Поэтому иди открывай свой бизнес, занимайся бизнесом. Благодарю вас за мудрые слова. Постоянно слушаю ваши учения, учусь у вас. Может, и мне вы дадите совет. Не знаю, что я делаю. Стидно у вас спрашивать, но все-таки я решилась. Живем с мужем 17 лет, двое сновей 16 или 10 лет. Но последний год нашей жизни – это просто какое-то испытание. Не находим ни в чем компромисс. Ни в бюджете, ни в воспитании детей, но и по многим другим вопросам вообще-то. Начались ссоры, он начал отдаляться от меня, делать вид, будто не замечает меня. Часто гуляет с друзьями. Но он, конечно, извинялся. Но решили пожить отдельно. Сейчас он живет у мамы, приходит к детям. Я с ним общаюсь по телефону за детей и по работе. Просто сердце сжимается. Хочется все бросить и убежать. Не знаю, как дальше быть. С ним общаться не могу. Он очень злой и становится чужим. Вы мудрый человек. Дайте, пожалуйста, совет. Да, понимаю. Проходит в жизни... Вот бывает, что в жизни иногда мы школьные годы у нас были друзья другие. Ну, бывает. Мы с ним общались и так далее. Потом, когда мы пошли в вузы и так далее, друзья стали другие постепенно. Мы начали мало общаться с теми, кто с нами был в школьные годы. Возможно, с кем-то из них мы общаемся, но с большинством из них мы не общаемся. Потихонечку мы меняемся. Потом, когда в вузы пойдем и так далее, то же самое происходит. После вуза и так далее мы же со всеми не общаемся. Редко с кем-то из них продолжаем держать отношения. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы начинаем... Кто-то из нас начнет расти, кто-то остается. Либо вы вырастете, ваши одноклассники, однокурсники остаются. Либо они растут, вы остаетесь. То есть получается, что по меру развития сознания и мышления человек начинает общаться с теми людьми, кто ему интереснее. То же самое произойдет с муж-женой. Муж-женой тоже, когда вы женились, вы были интересны, у вас была общая тема, общие интересы, необычные вещи и так далее. А потом со временем начинаете чувствовать, что вот либо он отделяется, становится чужим, либо вы и так далее. Как-то вот такое. А почему? Значит, потому что кто-то из вас растет, а кто-то останавливается. Вот почему так происходит. В какой-то момент в своей жизни я почувствовал, что моя жена стала мне неинтересна. Я сменен человек и испытываю эти вещи. Я в какой-то момент испытывал это. Я прихожу, у него в голове только вот это модные одежды, у него в голове вот это все зеркало, вот это красится, ходить там в крутой салон. И это меня ранили с сердцем. Это действительно ранилило мое сердце, потому что мне было уже не о чем с ней поговорить. Я смотрю день за днем, год за годом, и это усиливается. Я просто себе взял в руку и сказал, стоп, у тебя есть два варианта. Либо ты обижаешься на нее, упрекаешь ее и разрушаешь свою семью, или либо ты поможешь ей расти. Я взял и начал больше время провести с ней, побольше время просто провести с ней. хотя иногда те вещи, которые она говорила, мне это раздражало. Но я начал побольше провести с ней время. Потихонечку сначала начал говорить из тех областях, которые ей интересны. Потом потихонечку книги начали доставать. Постепенно, постепенно в теме. Потом начали ее путешествовать. Путешествие очень приближало нас. Я просто взял и тупо много раз путешествовал с ней в течение года. И вот именно это прижитие совместной эмоции, она заново все вернула на своих местах. И тогда начали много книг давать. Соответственно, она когда путешествовала, из ее круг, вот этот круг, который у нее был, я просто вырвал его из этого круга. Из этого круга, в котором она была и жила, из этого круга его подруги, друзья и так далее. Я просто вырвал его из этого круга, чтобы она меньше была там. И когда я заметил, что когда потом мы возвращались день за днем, день за днем, год за днем, спустя год, когда это был другой человек, абсолютно, я начал восхищаться и любить ее десятикратно сильнее, чем раньше. Потому что я видел, что она стала интересна, она начала читать, она начала общаться, она начала задавать правильные вопросы. Запомните, среда. Перестаньте упрекать мужу, перестаньте ему замечания делать, просто позовите его сначала один раз, два раз, разные места. Просто путешествуйте два-три раза. Два-три раза путешествуйте, если есть возможность. Это очень сильно приближает. Попробуйте. Знаете, всегда перед вами выбор. У вас в голове появляются, например, мысли. Мысли, которые либо разрушают семью, мысли, которые укрепляют семью. Например, мысли, которые вызывают упреки, претензии, или мысли, которые о чем-то со смыслом, либо благодарность, либо о чем-то со смыслом жизни и так далее. Рассуждайте это. Знаете, самая лучшая тема, которая всегда остается актуальной между людьми, это духовные темы, личностный рост. Они очень интересны темы. Душа человека обещал Богу. Душа человека создана таким, что он всегда будет послушно вести, когда слова идут о духовной ценности. Поэтому начните об этом говорить. Это тема, которая всегда актуальна остается между мужем и женой, между родителями и детьми и так далее. И объединяет семью. Начните об этом говорить. Немножко начните говорить о теме о его профессии. Говорите немножко о теме смены счастья, что вот как вы видели бы, просто вот так, как и спрашиваете, не упреками, не я решила вот туда поехать, я решила детей отдать в школу, нет, в прилагательном тоне. Как вы думаете, любимый мой, мой господин, а если вот детей отдадим так учиться, как вы думаете, помогли бы я этому или нет? Я сама одна не справлюсь. Делайте вы, что нужна вам его помощь, но она же вам все равно нужна. Вы же в глубине души хотите счастья. Позвольте себе этому, позвольте. И вы это увидите. Иногда порой нам нужно на самом деле чуть-чуть преодолеть себя. Знаете, я заново повторю слова Сократа. Сократ, великий флософ, он сказал, настоящая победа это когда ты можешь победить свои негативные мысли, негативные эмоции. Это просто несказуемо. Я честно скажу вам, после того, когда я эту фразу прочитал, я много раз это крутили у себя в голове. Это же очень хорошо. Просто надо научиться победить свои негативные мысли, оставить их в сторону и цель, думать о цели, ваша цель создать счастливую семью. Или вернемся к еще одному мудрому высказыванию Будда. Будда говорит, что каждый раз, когда ты столкнулся с тупик или каждый раз, когда ты оказался в тупик, вернись в начале истории. Вернитесь в начале истории. С какой мечтой создали семью? С какой целью вышли замуж на этого человека? Вот думайте об этом. Аллах даст, это произойдет. Еще один мой совет. Усердно молитесь. Смене счастья Господь дает. Усердно молитесь. Молитесь друг за друга. Молитесь за свою семью, за счастье и спокойствие в вашей семье. Я тоже буду молиться за вас. Уважаемые наши слушатели, уважаемые наши читатели, комментарии пишите. Для себя что полезно вы получили из этой рубрики? Пишите комментарии. Чем больше комментариев вы пишете, тем больше это меня вдохновляет, чтобы делать еще для вас лучшее видео. Сдавайте актуальные вопросы. Мы с радостью будем служить вам. Надеюсь, что хоть из 10 ответов, которые я каждый раз даю, хоть какой-то из них для вас окажется полезным и нужным. Мы всегда работаем для того, чтобы действительно помочь вам быть более счастливыми, более реализованными, более умными, терпеливыми и лучшими. Дорогие друзья, к вашим услугам бизнес-наставник из Востока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова